Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои покупки декоративной косметики Vibo. Эта косметика абсолютно не распиарена на YouTube, очень мало кто говорит о ней, а очень зря, потому что это достойный бюджетный польский бренд. Очень много там есть интересных, достойных продуктов. И начну с тех продуктов, которые меня заинтересовали больше всего. В первую очередь это будет вот такой продукт, который я купила только из-за упаковки, нетрудно, думаю, догадаться. Никаких тестеров не было, ничего не было, поэтому я понятия не имела, что там внутри. Но вот увидела эту упаковку и поняла, что очень хочу вот такую красоту себе на туалетный столик. Это оказалась пудра, растыпчатая пудра, Marshmallow Sweet Kissing Powder. Сзади здесь вообще указано, ну вот здесь вот наклейка есть, да, все-таки указано, что это пудра, что уже радует. Но все же вот здесь вот еще есть такая отметка, что это ароматический порошок для лица и тела. Конечно, эта надпись меня удивила, что это за такой ароматический порошок, который, оказывается, можно и для лица и тела использовать. Зачем вообще для тела? Ну, видимо, для того, чтобы благоухать, чтобы пахнуть вот этими самыми зефирками Marshmallow. Но я, конечно же, буду использовать этот продукт только на лицо. Здесь у нас 10 грамм. В принципе, вес большой, но сразу понятно, что упаковка занимает очень много места, что продукта внутри явно меньше, нежели кажется на первый взгляд, глядя на вот такую вот большую коробку. Давайте же посмотрим, что там внутри. Снимается крышка и внутри там нас ждет пуховка. Приятно, что она здесь есть, хотя я, в принципе, ей не пользуюсь обычно, если она идет в комплекте. Но все же для некоторых это отличный вариант, особенно если рядом нет кисточки или нужно куда-то с собой брать пудру, то вот такая вот пуховка очень даже понадобится. Ну и вот, собственно, какая там пудра. Как видите, она абсолютно белого цвета, как мука, как мел. Я все-таки надеюсь, что она будет подстраиваться под тон кожи, что она не будет прям такой мукой ложиться на лицо, что она мотировать будет. Хочется в это верить, потому что она была только в одном оттенке, универсальная вот такая вот пудра. Посмотрим, какая она будет в использовании. Я все-таки думаю снять, может быть, макияж и протестировать всю эту косметику, которую я вам сегодня покажу. Будет у меня такое первое впечатление, потому что ничем я еще пока не пользовалась. Видите, там такое прям очень сильное углубление, то есть, конечно, много здесь лишней упаковки, скажем так, конечно же, габаритная упаковка, что скажешь. И продукта вот там вот на дне буквально 10 грамм. Ну, в принципе, 10 грамм это не такой маленький объем. Я думаю, что хватит ее все равно на очень долгое время. Что касается аромата, аромат очень легкий, ненавязчивый, пахнет действительно зефирками, маршмеллоу. Я все-таки боялась, что будет такой сильно насыщенный, химозный аромат, потому что даже указано, что для тела можно этот продукт использовать, для ароматизации, видимо. Но нет, все-таки аромат здесь ненавязчивый и это очень радует. Действительно пахнет зефиром. Вот, так что будет меня радовать эта пудра и надеюсь, что все-таки ее упаковка это не единственный плюс. Надеюсь, что и свойства меня также порадуют и она действительно будет подстраиваться под тон кожи и мотировать. Посмотрим. Дальше также вам покажу пудру. Не смогла пройти мимо вот такой вот пудры. Банановая уже. Тоже рассыпчатая. Что здесь у нас пишут? Полупрозрачная пудра для лица. Здесь уже объем 5,5 грамм. Конечно, здесь уже объем в два раза меньше, нежели в этой пудре. Пудре, конечно, когда я увидела, то удивилась, потому что подумала, что ой, такая маленькая пудра, ее там так мало. Вот это вот пудра, кстати, от Vibu. Я ее покупала по полной стоимости. Настолько мне понравилась упаковка. Я даже не стала ждать акции. Купила ее по полной стоимости, по-моему, гривен за 200. Конечно, по акции можно ее купить дешевле. А вот эту пудру я уже, по-моему, покупала по акции. Она стоила где-то гривен 80 плюс-минус. То есть это такой более бюджетный вариант рассыпчатой пудры. Плюс здесь еще объем снова-таки намного меньше. Упаковка такая уже пластиковая, обычная самая. Ну что ж, банановая пудра. То же самое у нас здесь. Вот такая вот пленочка, там пудра. Здесь уже пуховки не было. То есть все в вот таком вот виде было. И она уже не белая. Она уже, видите, такая вот бежевая. Она снова-таки была в одном оттенке. Но там несколько из видов этой пудры. По-моему, есть HD, есть минеральная, еще какая-то. В общем, там несколько видов этой пудры есть. Но я выбрала банановую. Очень мне стало интересно сравнить эту пудру с банановой пудрой Эвелин. Как они будут работать. Какая все-таки разница будет между ними. Если пудра от Эвелин, она все-таки имеет такой яркий аромат банана, насыщенный, то здесь, ну, по крайней мере, сквозь пленку, я чувствую такой вот легкий-легкий натуральный аромат банана. То есть, может быть, здесь такой прям химозин и не будет, как у Эвелин, что меня радует. Будем тестировать. Может быть, тоже в видео протестирую ее вместе с вами. И тоже снова-таки интересно будет ее сравнить с небезызвестной банановой пудрой от Эвелин. Они, в принципе, в одном ценовом сегменте. Дальше, следующий продукт, это вот такие вот румяна, закос под всем известные румяна от Nars. Они были в коробке. Называются румяна Ecstasy, Ecstasy Blusher. У меня номер один в первом оттенке. Такую же упаковку имеет продукция Nars. И только там она более такая прорезиненная, что ли. В общем, не совсем практичная. Здесь же все-таки пластик, что очень удобно. Внутри у нас здесь есть зеркало довольно-таки большое. Ну и вот, собственно, какие здесь у нас румяна. Очень симпатично все это смотрится. Румяна с таким вот коралловым цветом, персиковым. В общем, мне кажется, что это идеальная румяна на лето. Ну и сделаем тоже сводч. Вот такой здесь оттенок. Очень красивый. Есть там шиммер. Мне кажется, что очень здорово будет освежать лицо. Вот такой вот оттенок. Очень-очень, мне кажется, симпатичный. И опять-таки, я думаю, что этими румянами буду пользоваться только летом. Кстати, они мне очень даже напомнили запеченные румяна от Glam Bee. Тоже такие, знаете, очень легкие, освежающие, шиммерные. Правда, вот такие вот очень приятные румяна. Мне кажется, что подойдут абсолютно всем. Тоже они были в разных оттенках, но опять-таки сводча не было. Брала на обум. Решила, как обычно, взять первый оттенок. Ну и первый оттенок оказался вот такой. Остальные оттенки там были такие более темные, матовые. Ну, а мне попался вот такой вот сатиновый кораллово-персиковый цвет. В общем, я, в принципе, довольна. Буду пользоваться. Может быть, уже летом. Решила я попробовать тональную основу от Vibbo. Выбор мой пал на вот такую. Royal Skin. Здесь на составе абрикосовое и персиковое масло. Также нет парабенов. SPF 27. И я еще когда купила, то сразу же дома увидела, что здесь еще написано Anti-Aging Action. То есть еще она, оказывается, в какой-то степени идет антивозрастная. В общем, я немножко расстроилась. Подумала, что, ой, наверное, мне не по возрасту. Ну ладно, не думаю, что тональная основа может как-то там омолаживать кожу и что-то в этом роде делать. Это так, знаете, такой пиар-ход, мне кажется. Так, что у нас здесь еще сзади написано. Обогащенная компонентами, которые обновляют кожу, придают ей сияющий блеск. Как я уже упомянула, содержит персиковое масло и экстракт абрикосовых косточек, которые увлажняют и смягчают кожу. Да, ну и также, снова-таки, защищают от ультрафиолетовых лучей. И в составе у нас здесь SPF 27, что определенно плюс. Ну, что касается оттенка, тоже никаких тестеров не было, ничего брала на бум. Вот так вот иногда приходится делать, когда хочешь что-то купить, но протестировать это возможности не имеешь и берешь, знаете, на свой страх и риск. Как-то при освещении в магазине мне казалось, что она более светлая. Но сейчас вот даже по упаковке я вижу, что какой-то здесь темный оттенок. Не знаю, что-то меня уже пугает он. Это у нас оттенок оказался четвертый нюд. Да, наверное, первого оттенка явно не было, самого светлого. Видимо, самый светлый там был именно этот нюд. Вот я, собственно, его и взяла. Здесь такая добротная, плотная, матовая стеклянная упаковка. Но при этом такая вот пластиковая крышка. Конечно же, здесь есть дозатор, что не может не радовать. Ну и давайте посмотрим, какой же здесь свет. Мне уж прям интересно, что у нас здесь получится. На первый взгляд кажется, что очень даже неплохой оттенок. Но давайте его распределим. Какой-то такой персиковый цвет. Она, кстати, такая плотная прям. Очень плотная. Мне кажется, она хорошо маскировать будет. Плотно ложится таким прям слоем. Ну смотрите, прям так все заблюрило хорошенечко. Такой прям плотный тон. Уже прям мне не терпится это все нанести себе на лицо. И посмотреть, как же смотреться, как же выглядит она будет конкретно уже на лице. Подойдет ли мне оттенок. Но пока на руке вроде бы нормально. Понятное дело, что есть разница между моим цветом кожи и тональным кремом. Тональный крем все-таки более такой, какой-то, не знаю, с персиковым потоном, что ли. Главное, чтобы не было желтого потона, потому что желтый потон я терпеть не могу. Все-таки надеюсь, что здесь более розовый. Ну пока мне все устраивает. Она такая, знаете, у нее такой сатиновый финиш. То есть не матовый и не жирный. В принципе. Ну понятно, что все равно припудривать ее нужно, потому что пока такая небольшая липкость есть. Но пока я в предвкушении. Пока очень даже и неплохо. Посмотрим, как же снова-таки будет она раскрываться уже у меня на лице. Кстати, вроде бы никакого аромата нет. Хотя ожидала, что может быть аромат абрикосовых косточек или же персика. Ну ладно. В общем, будем тестировать вот такую тональную основу. И еще один продукт, который я вам покажу в этом видео. Очень я давно слышу о вот таком вот продукте. Это жидкая матовая помада. Бестселлер у Vibo. Там есть много оттенков. Все их покупают. В общем, якобы шикарные матовые помады. Называются они Million Dollar Lips. В общем, губы на миллион просто. На миллион долларов. Матовая стойкая помада для губ. Я себе выбрала... В каком оттенке? Ага. В номере 1. Ну естественно. Как обычно, я все стараюсь брать в первом оттенке, чтобы мне наверняка подошло. Номер 1. Такая вот интересная симпатичная пластиковая упаковка. Long Lasting Formula. Кстати, здесь в общем помада должна быть действительно стойкая, матовая. Ну и какой же оттенок я получила? Самый первый. Хотя обычно самый первый это самый светлый оттенок. Но здесь такой не светлый он абсолютно. Вот такой оттенок у меня получился. Видите, для первого оттенка очень даже такой темный, с фиолетовым подтоном, наверное. Ну симпатичный цвет, но на самом деле красивый. Я думаю, что сейчас он застынет, станет абсолютно матовым. Главное потом, чтобы мне удалось его мицелляркой смыть. Потому что он стойкий должен быть, по идее. Ну в общем, пока меня все вполне устраивает. Естественно, буду это все в ближайшее время тестировать уже у себя на губах. Посмотрим, что это за такая вот помада на миллион. И дайте мне обязательно знать, если вы хотите, чтобы все эти продукты я протестировала вместе с вами у себя на лице. Будет интересно посмотреть, что же из этого получится. Ну что же, в этом видео это все. Вот такие были у меня покупки польской косметики Vipo. Надеюсь, вам было интересно. Что-то новое вы для себя увидели, узнали. Обязательно, если вы чем-то из этого пользовались, дайте мне об этом знать. Будет интересно услышать ваше мнение. Ну или же посоветуйте мне что-то с того, что вы пробовали у Vipo и что вам действительно понравилось. Скоро увидимся в новых видео. Спасибо за просмотр и всем пока.